Поле боя в Украине с вами и обсудим под конец нашего разговора. Мне хочется попросить вас поделиться какими-то вашими ожиданиями от предстоящего контрнаступления. Цели нам понятны. Освобождение до границ 1991 года. Но появляются все равно какие-то сообщения о том, что нас могут торопить наши партнеры. А нам, мы прекрасно понимаем, что нам важна не скорость, а качество и самое главное сохранение человеческих жизней. Какие мысли лично у вас по этому поводу и какие мысли вам известны в Белом доме сейчас? Уверяю вас, никто в Украине не торопит. Это из той же атаки совместных органов леволиберальных политиков, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост. Зеленский объяснил неделю назад, что, во-первых, мы ждем соответствующей погоды, и, во-вторых, мы ждем дополнительного вооружения. Но это все так и есть, тем более, что вопросы по оружию с зеленобойными ракетами не решались. Это ключевой вопрос, потому что вся суть этой операции, а очень важно понимать для оценки американской поддержки, понимать тот факт, что это совместная операция военная, разработанная совместно Пентагоном и Украинским Министерством Обороны. Мы же все знаем, что два месяца, в январе и феврале, в замечательном немецком городе Вейсбадене, в штаб-квартире американской армии в Европе, проходили так называемые штабные учения высшего руководства Украины и Соединенных Штатов. И на заключительном этапе участвовали первые лица, мили и заужники, которые потом еще несколько раз дополнительно встречались один раз в Польше, и, наверное, в постоянном режиме онлайн. Это были штабные учения, разработка операции, весенне-летние наступления союзников, так скажем теперь уже. Потому что вклад в вооружение, в разведку украинских дружных союзников, он огромен, это можно считать совместной операцией. А идея, ключевая идея этой операции, ее изложил достаточно откровенно генерал Заужин еще в своем знаменитом интервью экономисту в начале декабря. Помните эти знаменитые строчки? Я стою в 84 километрах от города, который я готов пройти, и мне нужно то-то, то-то и то-то. Вот он давно уже получил намного больше, чем он тогда просил. Все равно это мало, это недостаточно. Вот вы спросили мои мысли о наступлении. Хорошо бы у нас уже были бы F-16. Но то, что есть, это тоже достаточно внушительно. Так основной план этой операции, это было Мелитополь, Бердянск, выход Казовского моря. Крым превращается в такой громадный котел. И нам не нужно, как батьки Махно в 20-м году, значит, штурмовать там Перекоп, преодолевать эти громадные фортификационные сооружения российские. Вся российская военная машина Крыму должна быть уничтожена дальнобойным воздействием огневым. И до последнего времени, вот, ну, сначала, вы же помните, все прекрасно. Сначала Хаймерса диапазон был 80 километров, потом месяц назад мы получили эти Ground Launch, Small Data, Boom, 160 километров. Все, уже покрывало две трети Крыма, но не заставало для Севастополя. Теперь с Том Шейдова и с французским Скайлсом мы покрываем всю территорию Крыма. И вот, собственно, основная идея котел, уничтожение всей структуры. Да, Крымский мост, конечно, в первую очередь, для превращения этого все. И российская армия выряжена бежать из Крыма. И вот, мне кажется, что после этого, вот это, ну, чтобы сформулировать более драматически, скажем так, что вот уничтожение Крымского моста, которое сделает неизбежным деоккупацию Крыма, это будет триггером политических изменений в Москве. Я думаю, что те самые люди, у нас очень мало времени, но я все-таки сформулирую, свое понимание всей этой деятельности пригожено. Его специально ведут люди в окружении Путина. Я лично думаю, что это, прежде всего, Евгений Ковальчук, единственный человек, на которого Путин смотрит как бы снизу, сверху. Задача пригорная сейчас полностью дискредитировать армейское руководство. Он уже его, эту задачу он выполнил. Так вот, триггером каких изменений будет уничтожение Крымского моста? Да, снятие и арест как предателей и воров Шойгу и Герасима. Приход в армии новых людей, ну, скорее всего, это будет министром Ворода, мастер непростых решений генерал Суровикин, близкий к Пригожине. Вот эта группа, новая группа военных и политических руководителей, она скажет, что да, конечно, мы героически сражались, вот, как сказать, Пригожин почти взял Бахмот, но были предатели в ТУ, это прежде всего руководство армии, это олигархи на Рублевке, и, к сожалению, им по пустительству товарищ Путин, который тоже совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, вот заболел, он эвакуирован на лечение в Китай, а мы сейчас вот по налаженным уже Пригожным контактам с военной разведкой Украины, мы ведем рабочие переговоры об организованном выводе российских войск на границу 2011 года. Вот такой я вижу сейчас идеальный сценарий, и я думаю, что у меня нет другого объяснения вот всей этой деятельности Пригожной, чем не вот такой замысел, потому что мы же обратили внимание, что он уже уничтожил полностью Шойгу и Герасима, он пришел уже к уничтожению вот этого, как он его назвал, законченного чудака. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok